Всем привет, с вами Грин и это 36 выпуск моего шоу по дизайну в Майнкрафте. Обычно в последнее время я строил какие-либо фундаментальные, большие строения, которые довольно сложно было создать и с участием креатив режима, не говоря уже о survive режиме. Поэтому сегодня я покажу вот это вот простенькое здание, которое будет довольно легко реализовать в условиях какого-либо сервера или просто в условиях выживания. Итак, давайте начнем с внешнего вида, как обычно. Что это у нас за здание? Это небольшое помещение, жилое в одну комнату всего, с декоративными колоннами, которые фактически и являются центром данного строения. В принципе, из таких вот особенностей это все. Колонны у нас здесь решают все. Они привлекают внимание, они разбавляют свет и они же фактически держат наше строение. Потому что здесь у нас на протяжении всех четырех стен, исключая разве что дверной проем, идет стекло, которое, ну, выглядело бы нелепо, не будь этих колонн. Потому что тогда бы казалось, что только на этом стекле держится дом. А в Майнкрафте, несмотря на отсутствие гравитации, всегда приятнее выглядят дома, которые мы вполне могли бы встретить в реальной жизни. То есть не такие, которые там висят наполовину в воздухе, крыши там отдельно, дом отдельно, еще что-нибудь не так. То есть нам всегда приятно видеть дома, которые, ну, более или менее со скидкой на графику, конечно же, можно встретить в реальной жизни. Ну или, по крайней мере, нечто напоминающее реальную жизнь. Что же внутри этого дома? Внутри дома располагается у нас два двойных сундука, печки и кровать. Собственно говоря, также и верстак. Все это, естественно, необходимо для начального выживания. И, конечно же, карта. Карта сделана специально для того, чтобы исследовать окружающие просторы, ну, в данном случае, плоского мира. Итак, ну, в принципе, на этом, в этом домике все, но мне показалось как-то не совсем правильно оставлять такой один простенький домик и больше ничего. Поэтому я построил несколько вариантов одного и того же строения. И сейчас покажу вам следующий. Этот вариант более экономичен, потому что здесь используется меньше кварца, который все-таки надо добывать в аду. И он заменен вот такими вот колоннами с водой. Кстати, если здесь колонны сплошные, то здесь они со стеклом. И теперь они могут выглядеть более изящно. Хоть уже и не такие реалистичные. Я говорю об опоре, естественно. И, собственно говоря, внутри идет вода, которая играет роль более яркую, потому что и более яркого такого места, и яркого цвета. Потому что, посмотрите сами. У нас белый кварц, бежевые, светло-бежевые доски и песчаник. Как и здесь, кстати. Песчаник у нас тоже светло-бежевый. И все это сливается в одну такую вот текстуру сплошную и фактически становится незаметным. Но вода помогает нам исправить эту досадную оплошность. И поэтому я ее сюда, собственно говоря, и добавил. Внутри же у нас все несколько по-другому расположено. Это уже другой вариант расположения того же количества предметов. Хотя тут уже можно добавить еще один сундук вот сюда. Или еще как-нибудь поизгаляться и пихнуть сюда побольше вещей. Если это нужно. Тут, кстати, точно такая же крыша, как и здесь. Она у нас никакая ни коническая, ни плоская. Она все в одном. То есть у нас есть такой бордюрчик из кварца, из лестниц кварца. Бордюрчик из полублоков. Это специально, чтобы фасад не выглядел плоско. Потому что без этого бордюра, ну давайте его уберем. Фасад становится каким-то плоским, на мой взгляд. Хотя становится видно кварцевую лестницу. А так ее видно не только разве что с помостом. Ну да не суть. Идем дальше. Следующий дом у нас уже с использованием шерсти. Куда ж я без нее. Шерсть тоже достаточно легко добыть. Поэтому это здание тоже можно считать экономным. Но тут есть glowstone. А также тут присутствует некоторое количество кварца. Но уже совсем немного. В чем особенность этого здания? Ну, в первую очередь это шерсть. Я уже об этом сказал. А во вторую очередь это опять же колонны. Которые теперь играют роль светильников. И если внизу они довольно-таки большие и громоздкие. И фактически выглядят как часть нашего здания. И можно подумать даже, что там есть какая-то комната. Хотя этого конечно же нет. Здесь колонны выглядят более отдельно от здания. Потому что видно что внутри. И здесь же они. Внизу крупные. А сверху наоборот более тонкие, чем в двух других вариандах. И выглядят они как светильники. При этом исключительно декоративные. Согласитесь, что вокруг нам особо незачем освещать пространство. Разве что для защиты от криперов. Ну и верх у нас кварцевый. Чтобы он не сливался с окружением. Однако, тут я не смог выбрать, что лучше. Вот этот вариант или вот этот вот. Здесь колонна такая же, как и в водном доме. В доме с водой. Но внутри просто находится glowstone. Такое тоже, можно сказать, играет роль светильника. Но тем не менее, это уже другой вариант. И его тоже вполне можно использовать. Теперь что внутри. Внутри у нас еще один вариант оформления. При этом он мне понравился больше всего, если честно. Потому что он освобождает нам больше места. И здесь в то же время у нас целых три сундука. Вместо двух двойных у нас один двойной и два одинарных. Это может быть полезно тем, кто, например, любит все сортировать по полочкам. И, скажем, сюда складывать одно. В большой сундук всякий хлам. И сюда еще что-нибудь. Где не очень много предметов. Например, еду какую-нибудь. И печки. Тоже две печки. Они в углах. Но это не мешает нам до них дотягиваться. И, следовательно, они так вот хорошо прячутся. И здесь даже у нас есть столик небольшой. Ну что же, дамы и господа. Вот третий наш вариант с шерстью. Может быть, кому-то он больше понравился. И, наконец, последний вариант. А, кстати. Такой момент. Прежде чем показать последний вариант. Смотрите. Здесь нету факелов. То есть, светильники, которые у нас находятся в колоннах, они освещают то, что здесь находится. Я, если честно, не знаю, как это объяснить. Думаю, все дело в лестницах, сквозь которые свет и проходит сюда. Сквозь лестницы он, напомню, может немного просачиваться. И последний вариант. Я уже его показал так мельком. Он сильнее всех отличается от предыдущих. И дело в том, что он из другого материала. Если предыдущие у нас сделаны из светлой доски, с кварцем и еще чем-либо. То здесь у нас темная еловая доска. Ну, песчаник, конечно же. И бревна. Тоже еловые. Это уже немного... Это, в принципе, пока... Если говорить о колоннах, на которые я обращал внимание все предыдущие части. Ну, все предыдущие конструкции. То они здесь абсолютно обычные. Разве что из другого материала, чем сам домик. Что делает их... Поэтому они как бы стоят с особняком. Извините, я немножко заговорился. Но суть не в этом. Суть у нас здесь вся в крыше. Потому что она сделана как второй этаж. Итак, вот, собственно говоря, у нас здесь находится достаточно большая пикарня. И плюс к этому отсюда можно все хорошо осмотреть. Но я не решил, какой лучше бордюр для этой крыши. Поэтому здесь, опять же, два варианта ее. Первая это зубчатая. Вот такая вот крыша. А вторая это вот такими вот двумя полосками. Которая тоже не дает нам вывалиться случайно. Хотя при желании можно отсюда и спрыгнуть. Что бывает очень полезно. Учитывая то, что здесь нет высоты большой. И если человек куда-то спешит, то он может отсюда просто вывалиться. А не спускаться по лестнице. Вот по этой. Ну и к тому же здесь у нас появилось достаточно много свободного места. И это тоже не может не радовать. Потому что здесь я, например, разместил пикарню. А могу бы разместить склад. Или что-нибудь еще. И если у вас вот первый этаж здесь запривачен на сервере. Или если вы играете один. То это очень полезно. Экономит материал. То есть не надо строить второй этаж. И к тому же у нас тут же создается достаточно большое количество места. И, наконец, как у нас оформлено все внизу. Внизу у нас очень похоже, как и в предыдущем доме. Все расположено. Потому что здесь у нас тоже три сундука. Но двойная кровать. И единственный факел стоит на прикроватной тумбочке. При желании здесь можно было бы разместить еще сундуков. Но мне показалось, что для начальной стадии игры обычно хватает и трех. Ну, что ж, дамы и господа. Вот, собственно говоря, четвертый вариант. Он, конечно, несколько отличается от предыдущего. И, можно сказать, даже... Ну... Он, может быть, кому-то понравится. Может быть, другие не понравятся. Этот понравится. Иными словами, я надеюсь, что вы за этот выпуск нашли себе любимый свой вариант. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если вы хотите, чтобы я в таком же стиле делал следующие ролики, то пишите об этом в комментариях к видео. И спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. С вами был Грин.